Добро пожаловать в Puzzle English Сегодня тема довольно забавная Я люблю такие Это слова, которые в русском обозначаются одним словом А в английском как минимум двумя И когда люди их путают, получаются очень смешные ситуации Чтобы ты понимал пример Например, слово «пожалуйста» в русском языке Будешь «пожалуйста, дай мне что-то» И «пожалуйста» как ответ на «спасибо» В английском, соответственно, и ты это знаешь Мы говорим «please», когда мы просим что-то И «you are welcome», когда мы отвечаем на «спасибо» Вот о таких словах сегодня пойдет речь И следующая пара Я ее хочу проиллюстрировать сразу историей Слово «белье» в русском языке означает Это то, которое ты носишь И белье, например, постельное, которое ты застилаешь себе в кровать Так вот, в английском обозначается двумя словами «Underwear» – это то, что на тебе И «linen» – это то, что у тебя в кровати В прошлом году во время чемпионата Два футбольных фаната Ехали себе спокойненько в поезде куда-то С одного матча на другой И чувачки были англоговорящие По-русски не говорили ни слова вообще Дело уже идет, они приближаются к функтам значения Естественно, проводник начинает идти по вагону И собирать белье И молодой проводник подходит к ним И очень долго смущался, вмялся, нервничал В итоге достал гугл-переводчик И такой горящими глазами выпалил «Give me underwear!» Чувачки, естественно, перевозят «Снимайте трусы и давайте мне» Они в шоке, они не понимают, как реагировать И благо люди были в вагоне, которые знали английский язык Которые им объяснили «Ребят, не надо снимать трусы, просто сдайте простыни» Вот видите, как полезно знать, что есть все-таки разные слова Поэтому запоминаем «underwear» – это то, что на тебе И «linen» – это то, что у тебя застелено Дальше, еще забавная ошибка По-русски пальцы на руках и на ногах Называются одинаковым словом По-английски мы говорим «fingers» – это то, что здесь И «toes» – это то, что у тебя на ногах То есть, если ты говоришь «Look at my fingers! I just got pedicure!» Мне только что сделали pedicure Но это неправильно, потому что ты призываешь посмотреть на руки А pedicure, соответственно, на ногах Не путай это Еще слово «дом» По-английски есть слово «home» и есть слово «house» Так, в чем разница? «Home» – это когда ты дома, душой Например, когда тебе говорят «Чувствуй себя как дома» «Make yourself at home» Или «Moscow feels like home now» Я теперь в Москве чувствую себя как дома Вот это дом «House» – это конкретно здание Потому что «home» ты можешь называть Человек может жить в квартире, в доме, в палатке, в вигваме Под мостом, во дворце Это все home, понимаешь? House – это конкретно здание Если тебя спрашивают Человек спрашивает, где ты сейчас живешь В принципе, обитаешь Если тебя спрашивают Имейте в виду, в каком районе Где какой-то адрес может быть То есть имеется в виду конкретное значение Например, в одном предложении можно использовать Понятно, да? Что дом маленький, но это же мой дом Дальше Слово «группа» В английском языке Группа как группа людей И, например, рок-группа Мы используем одно и то же слово По-английски ты можешь сказать «group» или «band» Например Ты можешь видеть группу людей Вот там, ты видишь? А если ты говоришь Это означает, что ты говоришь Что ты играешь в группе сам И отсюда же все вот эти Jazz band, rock band, boys band и так далее Да, есть случаи, когда музыкальную группу Тоже называют словом группа Music group или super group Например, сейчас так называют Группу, в которой есть Лабиринт Сия и Diplo LSD Потому что такие три блестящих музыканта Собрались вместе Их называют super group Но вообще для музыкальных Используется слово band Еще разница есть, например, в слове «еда» Food и meal В чем разница? Food – это вообще в целом То, что мы потребляем пищу Еда Ты можешь сказать И, кстати, обратим внимание Food неисчисляемое Нельзя посчитать А вот meal посчитать можно Потому что meal – это прием пищи Ты можешь сказать Я обычно ем три раза в день Сюда же в эту категорию пойдет слово «блюдо» В русском языке блюдо у нас Например, мое фирменное блюдо Блюдо как тарелка Мое фирменное блюдо на блюде И, например, обед из трех блюд Все одно слово По-английски нужно их разграничить Если мы говорим о твоем фирменном блюде И о тарелке И в том и другом случае Используется слово dish Моё фирменное блюдо – паста карбонара Или Потому что ты готовил, я помою тарелки А вот, например, обед из трех блюд Здесь уже мы используем слово «course» Можно сказать Обед из трех блюд Есть еще у меня бонусный пример Слово «трава» в английском языке Та, которая растет на газоне – это grass А та, которая может быть использована, допустим Давай назовем это в медицинских целях Называется weed Еще словом weed также называется сорняк Так что, надеюсь, теперь тебе все понятно Ты не будешь путать эти слова Будешь правильно их использовать Учи английский с Puzzle English